Войска противника стремительным рывком в течение нескольких дней захватили ряд крупных населенных пунктов на западе СССР. За первую неделю боев врагом оккупированы такие города, как Брест, Вильнюс, Каунас, Гродно, Минск, Бобруйск и ряд других. Регулярные части Красной Армии оставляют свои оборонительные позиции и спешно отступают на восток. На всей оккупированной врагом территории проводится зачистка мирного населения и военнопленных, проводятся массовые расстрелы в городах, создаются лагеря смерти и гетто. Регулярные части Красной Армии Еще до войны население Гродно было чрезвычайно пестрым. Здесь проживали немцы и поляки, белорусы и русские, украинцы и прибалты. Однако больше всего 50% городского населения составляли евреи. И хотя сам город во время войны практически не пострадал, большую часть его жителей уничтожили или угнали в рабство. При этом сами гитлеровцы, наверное, впервые за оккупацию европейской части континента встретили здесь небывалое доселе патриотическое сопротивление. Даже спустя 70 лет после освобождения области от немецко-фашистских захватчиков из напластования истории появляются все новые документы и свидетельства и о зверствах оккупантов, и о некогда мирных жителях, которые в горниле войны проявили мужество и героизм. За три года оккупации Гродненской области гитлеровцами было убито и замучено порядка 150 тысяч человек из числа военнопленных, мирных советских граждан и активистов антифашистского движения. Среди них семья инженера Николая Волкова, ненадолго приехавшего в предвоенный Гродно. И это история семьи одной из первых, восставшей на борьбу с кровавым фашистским режимом и мученически погибшей в этой неравной схватке. Именно сегодня, спустя семь десятков лет, когда со многих ранее недоступных документов снят гриф «Секретно», нам открываются все новые подробности героического белорусского подполья. Так случилось, что Гродно был взят на второй день войны. Мало кому удалось эвакуироваться, вывести важные промышленные предприятия и даже личные ценности граждан. Гродно буквально в одночасье накрыло коричневой чумой, как теперь принято называть оккупационный фашистский режим. Но очень скоро в городе возникли первые подпольные организации и патриотические ячейки. Уже к 1942 году здесь действовало шесть крупных подпольных организаций, на боевом счету которых были диверсии на железной дороге и промпредприятиях. Однако самым первым подпольщиком Гродно стал военно-наемный инженер, гость из далекой Чувашии. Уже в июле 1941 года в Гродно начала складываться самая первая подпольная группа. К сентябрю эта антифашистская организация насчитывала 15 человек, разбитых на тройки и действовавших по всем законам конспирации. Руководители подпольных троек между собой знакомы не были и поддерживали связь только с руководителем группы Николаем Волковым. На тот момент Николай Алексеевич, бывший кадровый военный, уже год как демобилизовался из Красной Армии. Хотел мирной оседлой жизни с женой Варварой и детьми. Хотел поселиться в тогда еще советском Белостоке, где наконец-то нашел квартиру. Он приехал за женой и детьми в Гродно, а на следующее утро началась война. Волков Николай Алексеевич родился в 1906 году в селе Ёлкино, Ядринского района Чувашской АССР. В 1913 году поступил в начальную школу. Закончил рабфак города Челябинска. В 1939 году был отправлен на Советско-финский фронт. За проявленный героизм награжден орденом Красной Звезды. В начале 1940 года переведен в Гродно. Работал на возведении укрепрайона на границе с Польшей. В конце марта-начале апреля 1941 года в связи с семейными обстоятельствами по личной просьбе был отчислен из рядов Красной Армии. Поступил на работу вольно-наемным инженером при строительстве укрепрайона близ города Белосток. Жена и двое детей постоянно проживали в Гродно. Почему именно он стал первым человеком, первым военным, который организовал эту подпольную группу? Дело в том, что, как характеризуют его товарищи, он был очень целеустремленным. Он очень умел сплачивать людей. А самое главное, в нем была такая непоколебимая вера в то, что враг пришел ненадолго, что стоит собраться, найти в себе силы и, скажем так, можно будет выгнать врага буквально в течение нескольких месяцев. И вокруг него начали сплачиваться люди. Так в Гродно была образована первая подпольная группа. Группа Николая Волкова изначально сложилась из друзей и бывших сослуживцев, не успевших эвакуироваться из оккупированного города. Здесь были и бухгалтер местного райпотребсоюза, и начальник планового отдела гурмолзавода, начальник детсада, учитель и несколько военнослужащих Красной Армии. Всем им предстояло не только вести полномасштабную подпольную работу, вызволять военнопленных и обеспечивать партизан продуктами, но и мученически погибнуть всего через полгода в застенках старого форта за пределами города. И это в то время, когда в самом Гродно кованым сапогом и ружейным прикладом насаждался новый порядок, в котором уже не было места для двух третий прежнего мирного населения этих мест. О том, что это означает на практике, 15 тысяч гродненцев узнали уже очень скоро, переселившись в гетто. Система труда в гетто была рассчитана на сознательное унижение людей, которые там жили и трудились. Это значит, что никакое качество твоего труда и добросовестность не гарантировало тебе ни выживание, ни достойный уровень жизни. То есть человек, который находился в гетто, он в любом случае был обречен, вне зависимости от того, какое даже положение он занимал в гетто. Был ли он руководителем Гродненрата, еврейским полицейским или простым рабочим. В первые же месяцы, когда стало умирать очень много людей, возможность получить доступ к функционировавшему в то время большому еврейскому кладбищу не было, потому что оно находилось за городом в тот момент, далеко за пределами гетто. Людей приказали хоронить прямо в центре гетто, фактически на территории старейшего Гродненского кладбища еврейского, которое уже в середине XIX века было закрыто инфекционно. Вот все эти сотни людей были похоронены там. Рапорт генерал-комиссара Беларуси Вильгельма Кубе, рейх-комиссару Остланда Генриху Лозе. После основательных обсуждений с бригаденфюрером СС Ценнером и начальником СД оберштурбанфюрером СС Штраухом выяснилось, что в Беларуси ликвидировано за последние 10 недель около 55 тысяч евреев. На территории Минского района евреи были полностью ликвидированы, но это не привело к потерям в рабочей силе. В преимущественно польском районе Лиды было ликвидировано 16 тысяч евреев, в Слониме 8 тысяч. Вошедший в состав Третьего рейха город Гродно оккупационной зоны Остланд на сегодняшний день полностью очищен от этой расы. Многие места этого города сохранили за прошедшие века свой первозданный вид. В историческом центре сохранился овраг с притоком Немана, речкой Городничанкой. Это место мало изменилось со времен Наполеона Орды, когда известный литератор и художник изобразил его на своей гравюре 1838 года. Правда, в 1942 году к этому пейзажу добавился один весьма символичный элемент. Это гранитная лестница, ведущая со дна оврага, изначально кроведами датировалась XIX веком. И только несколько лет назад открылась страшная правда этого сооружения. Лестница выложена из обтесанных надгробий старого еврейского кладбища в самом центре Гродно. Лестницу строили узники гетто, разрушая могилы сородичей. И по этой же лестнице самих строителей потом вели на расстрел и хоронили вторым, третьим слоем поверх отцов и дедов. Но в бесконечном уничтожении и растаптывании всего живого росло и крепло движение сопротивления. Без национальных, религиозных или социальных различий в ряды антифашистов вливалось все больше гродненцев. Среди них бывший начальник цеха Гродненской колбасной фабрики Василий Розанов. Именно его группе принадлежат самые дерзкие и разрушительные диверсии в Гродно и его пригороде. Подпольщики группы Розанова вывели, организовали, вернее, на железнодорожном узле Дубно-Черлена крушение двух встречных локомотивов. И в результате этого крушения не только был уничтожен ценный груз, который шел на фронт, но и на 17 часов было выведено из строя движение вот на этом участке дороги. Вместе с подпольщиком Голубовичем Розанов организовал взрыв трансформаторной будки на станции Гродно за Неманской части. И благодаря этому взрыву 10 дней все гродненские предприятия были обесточены. Ну и, скажем так, плюс был в том, что все эти предприятия работали на оккупантов. И вот 10 дней этих простой, они тоже нанесли урон, скажем так, немецкой промышленности. Розанов Василий Данилович родился в 1901 году в Тверской губернии. В 1918 году ушел добровольцем на Гражданскую войну. Параллельно окончил курсы красных командиров. В 1921 году поступил на службу в НКВД в ряды пролетарской милиции города Гродно. Впоследствии по партийной линии был направлен на работу на Гродненскую колбасную фабрику. К началу Великой Этичной войны женат, имел дочь Юлию. Жена, дочь и родной брат Розанова принимали активное участие в работе подпольной группы. Погиб накануне освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков в июне 1944 года. Нам не удалось обнаружить прямой связи между группами Волкова и Розанова, хотя какое-то время они параллельно работали в Гродно. Вероятно, в условиях глубокой конспирации антифашистов, в принципе, не могло быть ни письменных документов этого взаимодействия, и даже очевидцев. Но косвенная связь между группами, несомненно, была. В том числе посредством партизанских отрядов Гродненщины, где и Волков, и Розанов получали агитационную литературу, боеприпасы, где прятали рассекреченных и раненых товарищей. К партизанам отряда, впоследствии получившим имя комсомол Беларуси, собирался примкнуть Николай Волков накануне уничтожения его подпольной группы по доносу предателя. С этим же отрядом плотно взаимодействовал и Василий Розанов. Примечательно, что судьбы обоих лидеров Гродненского подполья схожи своим неимоверно трагичным финалом. Для того времени знаковым явлением была мученическая смерть подпольщика. Именно так оборвалась деятельность восьми молодофронтовцев, действующих в окрестностях Гродно в местечке Скидель. Детали борьбы и гибели этой группы стали известны совсем недавно благодаря изыскательской работе доктора исторических наук профессора Гродненского государственного аграрного университета. На восьмой день пыток, значит, был издан приказ, пришел с Белостока, значит, ребят погрузили на машины, связанные они были по парам, значит, и привезли в Скидель. Там уже были оборудованы, значит, были оборудованы виселицы. Я нашел восемь документов немецких, где они переписываются с Белостоком и где они описывают эту казнь. Они пишут, что согнали с окрестных деревень почти полторы тысячи жителей. И вот в этой, среди этой массы, значит, этот обор-лейтенант зачитал приказы. Семь из восьми ребят обращались к народу с призывами. Да здравствует Красная Армия, да здравствует Сталин, мы победим. В самом Гродно на тот момент была развернута широчайшая контрразведывательная и полицейская сеть оккупационных властей, типичная для германской нацистской администрации. Была создана административно-территориальная единица, особый округ Белосток. Уже в сентябре 1941 года был сформирован Гродненский крайскомиссариат, который возглавил доктор фон Плетц. А сам Гродно с октября 1941 указом крайскомиссара стал называться Гартен, что в вольном переводе означает «город-сад». Там появилась таможенная служба рейхсканцлера, единственная восточной оккупационной зоне. Следует отметить, что к городским капитальным строениям гитлеровцы относились весьма бережно, потому что теперь это была германская территория Третий Рейх. За присоединением к Гродно-Крейху следовало обязательно категорическое запрещение любого образования на любом языке, кроме немецкого. Если человека находили, если знали, что он занимается образованием для детей, это была неминучая угроза расстрела. И в Гродно функционировали только две немецкие школы. Одна для детей фольксдойчи, вторая для детей немецких, собственно, офицеров, чиновников, солдат. И постепенно и польское население, и белорусское население тоже стало подвергаться репрессиям. В первую очередь, как заложники. В ситуации, когда начался рост движения сопротивления, и советского, и польского, погибали те, кто сотрудничал с немцами, офицеры, врачи, полицейские, за каждого убитого брались заложники, до ста человек. Ну и потом было так, что половину могли отпустить, а половину приговаривали неизбежно к расстрелу. Здесь важно отметить тот факт, что убийство безоружного противника, в том числе мирного населения, де юре было узаконено фашистской Германией еще до вторжения на территорию СССР. Так, согласно распоряжению начальника штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии, о военной подсудности в районе Барбаросса и об особых полномочиях войск, объявлялся режим неограниченного террора на территории Советского Союза. Распоряжение содержало и такой пункт. Возбуждение преследования за действия, совершенное по отношению к враждебным гражданским лицам, не является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия составляют воинское преступление или проступок. Это давало немецким военнослужащим неограниченное право совершать любые преступления против советских граждан. Уже на девятый день войны с Советским Союзом Гроднос-инспекцией лично посетил правая рука фюрера Генрих Гиммлер. Он раскритиковал недостаточную активность Einsatzgruppe B, к зоне ответственности которой относится Гродно. После этого в городе было произведено несколько массовых расправ над противниками нового порядка. На сегодняшний день Гродно стал примерным с точки зрения полицейской безопасности и политической благонадежности. Einsatzgruppe – это военно-террористическое формирование. Создавались из членов СС, СД, Гестапо, Уголовной и Охранной полиции. Главная задача – массовое уничтожение политработников и членов Компартии, евреев, активистов-патриотов, военнопленных в зоне боевых действий армии и на оккупированных территориях. Einsatzgruppe B имела численность около 655 человек. Зона действий – западная и центральная часть Беларуси. Командир – группенфюрер СС Артур Нёбе. Под его командой в Беларуси было уничтожено около 46 тысяч человек. В архивах современной Беларуси имеются тысячи свидетельств о уничтожении людей в газенвагенах или так называемых душегубках. Это специальные автомобили, в которых жертв умерщвляли при помощи угарного газа из выхлопной трубы работающего двигателя. Автором этой методики убийства был именно Артур Нёбе. А впервые эта преступная технология была опробирована осенью 41-го на улицах Риги. К 1943 году газенвагены имелись в каждом крупном городе СССР, оккупированном фашистами. В условиях массового террора находились и те, кто, не выдержав давление, становился в ряды предателей – коллаборационистов. В веках был недолог, а смерть позорна. Но гораздо больше было тех, кто сопротивлялся этой коричневой чуме, пожиравшей целые города. Вначале одиночки, а потом организованы группы и формирования. Они каждым днём своей жизни приближали освобождение. Семья Волкова легла на алтарь нашей Великой Победы, продержавшись в неравной борьбе с фашистами всего полгода. Николая Волкова и его супругу Варвару казнили по доносу предателя. Всех мужчин, кто был тогда в квартире, арестовали. Женщин не тронули. Варвара ходила в гестапо, выяснить, что там с мужем. Сказала няне, что его избивали жестоко, обливали водой, опять избивали. То есть, скажем так, уже возможности выйти у него, конечно, не было. На следующий день была арестована Варвара, и няня уже больше их не видела. По показаниям очевидцев, чета Волковых вместе с ещё шестью членами подпольной группы была расстреляна в деревне Наумовичи. Там находился форт номер 2. Это предполагаемое место гибели четы Волковых. О том, где могила мужа и жены Волковых, и по сей день ничего не известно. Тайна захоронения героев-подпольщиков, быть может, навсегда сокрыта в недрах нашей истории. Правда, удалось сохранить место последнего пристанища их боевых товарищей по подполью – Василия Розанова и Николая Голубовича. Перед очередной диверсией эти патриоты столкнулись с охотившимися на них полицаями. Патриотам удалось бежать в лес, но фашисты взяли в заложники деревню Кульбаки со всеми жителями и пригрозили её сжечь, если подпольщики не сдадутся. Розанов и Голубович по-своему выполнили требования палачей. Голубович в момент пленения убил несколько немцев и погиб сам. Розанов пустил последнюю пулю себе в висок. Это произошло незадолго до полного освобождения Гродна от немецко-фашистских захватчиков регулярными частями Красной Армии. Примечательный и тот факт, что город этот гитлеровцы оставили так же быстро, как когда-то вошли в него. Нацисты бежали в спешке, оставляя бесчисленные следы преступлений, а также архив документов множества административных и карательных органов Крайсканцелярии Гартен. Самого боя у Гродна как такового, значительного боя не было. Немцы сосредоточились в основном немножко чуть за Сапоцкиным. Не в самом городе, а за Сапоцкиным туда. И там рассчитывали, понимают, что раз в какой-то степени легко, понимают, в Гродно вошли, и будет легко и дальше. Нет, мы пошли, когда в разведку пошли, нас, понимают, с шквальным огнем встретили, и ничего, понимаете, в районе заставы Усова, ребята, пять человек было ранено, в том числе и я. Я в грудь был ранен, у меня сейчас осколок диаграммный, он небольшой осколок. Плашмя шлепнуло по груди, там не вздохнуть. И вот это с этими наградами, я, как говорится, меня, значит, за Гродно, за это, за то, что я получил орден Красной Звезды. Три года оккупации, 1117 дней, партизаны и подпольщики при Немане готовили стремительное наступление 2-го и 3-го Белорусского фронтов, окончательно избавивших этот край от коричневой чумы. В результате той белостопской операции, когда в течение трех недель советские воины отчистили от гитлеровцев всю западную Белоруссию и вышли к польской границе, 30 бойцов и командиров были удостоены звания Герой Советского Союза. В честь освобождения Гродно Москва салютовала 20-ю артиллерийскими залпами. Спустя годы почести и награды получили бойцы и участники партизанского движения Гродненщины. Во время войны Гродно стал центром подпольного и партизанского движения. В области действовало более 17 тысяч антифашистов. За три года боевых действиями было уничтожено 62 тысячи гитлеровских солдат и офицеров, 140 танков, пущено под откос более тысячи эшелонов с вражеской техникой и боеприпасами. За активное участие в партизанском движении, мужество и героизм, проявленные трудящимися Гродненской области в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в восстановлении и развитии народного хозяйства, указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1967 года наградить Гродненскую область Белорусской Советской Социалистической Республики орденом Ленина. Великая тема именно подпольного движения в Гродной области вплоть до конца 70-х годов прошлого века была сокрыта в архивах местных порторганов, и лишь в июле 1981-го специальным постановлением Гродненского обкома Компартии Белоруссии была официально признана деятельность антифашистского подполья и его руководителей. Институт истории партии при ЦК КПБ принял на учет документы о подпольном движении Гродно и сделал их открытыми для широчайшего круга историков, краеведов и патриотических организаций страны. И уже благодаря их изысканиям история нашего подполья сохраняется и продолжает пополняться все новыми героическими фактами личной войны внутри всеобщей Великой Отечественной. Дорогие братья и сестры советских фронтов, продвижение войск Красной Армии продолжается. Войска Красной Армии уничтожили узлы сопротивления противника и продолжили продвигаться вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова